всем привет я уже рассказывал как вылетела у меня штанга толкателя клапана мотоблок встал на поле значит сейчас я буду менять эту штангу толкателя пришла новая по почте нужной длины вот все подбирал искал долго по интернету вот и сейчас буду менять я тут немножко прикрутил только клапанную крышку а так сейчас мы его открутим как надо и будем менять но давайте наверное немножко покажу как я вытаскивал старую которая улетела соответственно туда дальше двигатель упала там в поддон вот и как я вытащил эту эту старую штангу толкателя давайте немножко покажу так снял я клапанную крышку снял я глагикой клапанную крышку сапуна вот это пришлось снять электростартер есть подозрение что на видео это видно не будет я попытаюсь короче нашел я что там лежит он так вот с этой штукой вот так вдоль лежит я смею его надо оттуда вытолкать так потом как-то защипнуть и вытащить уже через верх вот такая штука куда его забросила так вот эта гадость вот эта гадость долго выковыривал из залез из такого места куда она залезла там так клинило с помощью двух тонких электродов 2 с половиной толщины от вытащил и так что мы видим на одном конце есть шарик вот такой так на втором конце шарик отлетел это плохо с одной стороны он скорее всего где-то зак закатился вниз в поддон но если вдруг выкатится и попадет где-то в шестерне это плохо масло я слил надо будет поискать в масле не стекли он вместе с маслом а так вряд ли я его там аж там в поддоне снизу найду если только полностью не откручу его ну пока что дело не в этом пока что в дороге новая штанга толкателя и будем ставить так снял я крышку снимаем переходим к этому вот у меня штанга толкателя клапана впускного которая стояла я ее снимал чтобы замерить вот та которая пришла она дешево но какая была точно этой длины просто не было нигде вот только такая на ней нет аж таких кончиков более твердых ну короче но самое главное что при прижимаю я и вижу изгиб штанга которая изгибается так она со временем со временем как раз может вылететь снова вот и опять будет та же самая проблема значит да я хотел купить сразу пару новых но не было только одна интернете вроде вроде тот же самый двигатель но там есть н н н р там зак окончания и уже разные длины значит эту придется немножко мне посмотреть попримерять подогнуть чтобы она стала ровно и тогда только ставить потому что иначе ну зачем такое кривое ставить понимаю что она снова может так насколько мог подогнул прямо на прямо им не стало но хоть и настолько кривым будем устанавливать значит я не смогу показать внутри движка потому что это нужно целый эдакой сканер внутренний вот значит но внутри здесь имеется такое колечко до выемка для ставки этого направляющей штанги внутри имеется более такое выпуклая такая тарелочкой нужному тарелку попасть значит лучше от вижу конечно перевернуть это делать вот так вертикально вот особенно если этого еще не делал не щупал никогда вот но нужно и так попасть нужно в ту тарелку не мимо ее потому что мимо ее можно так просунуть что отлетит отлетит вообще вот и есть варианта 2 знать снять вообще эту ось вот так на которой колеблются клапаны уже забыл ее как там она профессионально называется вот и другой вариант потому что вот так прям не ставится немножко несколько миллиметров не хватает или другой вариант откручиваем регулировку клапана толкатель клапана как бы выдвигается сюда появляется зазор вставляем закручиваем обратно и регулируем клапаны клапаны я и так собираюсь регулировать ну что скорее всего отлетела из-за того что регулировки долго не было годами вот ну и пробуем так значит повернуть нужно в такое положение так движок чтобы зазор стал максимально то есть клапан должен толкатель отойти максимально туда и тогда чуть-чуть лишь надо открутить если его вон в таком положении попытаемся вставить то конечно не вставится значит двигаем ну я сейчас пойду таким путем откручиваю вот эту штуку вставляю но первым делом надо присмотреться туда ли вставил попал ли в ту тарелку так вставил одну сейчас как это делается откручивается так выкручивается вместе с вот этой резьбой потому что гаечка может начать крутиться сама только значит выкручиваем за одно это появляется зазор вставляем сюда так вот я надеюсь я боюсь что закрываю появляется зазор открутили теперь закручиваем обратно как вставил не знаю так какой тут зазор клапана появился неизвестно но главное что вставилась так берется следующее это уже та старая которая была так ставилась а я здесь уже откручивал я ее откручивал точно так же вставил ту тарелку закрутил резьбу так закрутил резьбу и сейчас еще надену гайку закручу есть гайка вот установлены две штанги толкателей клапанов значит теперь надо выставить зазоры на клапанах от регуляции это все значит ищем первый первое положение в котором мы будем регулировать клапан крутим и смотрим так очень важный момент это найти верхнюю мертвую точку иногда ее предлагают найти по впрыску начала впрыска вот иногда ее предлагают найти поставив значит вот этот маховик и оно должно совпасть с меткой на генераторе вот метка к нулю но если оно особенно уже некоторое время поработало или было в каком-то ремонте что-то могло сбиться то лучше лучше перепроверить значит мы смотрим по клапанах это самое ходовое но я снял еще для себя для себя значит снял еще форсунку чтобы посмотреть значит смотрите что делаем крутим крутим в обычном направлении маховик и где-то около нуля должно произойти вот это здесь ноль и здесь меточка на генераторе но потом покажу отдельно где-то здесь так должно произойти следующее это выпускной клапан должно отжать максимально и до того как начнет опускаться впускной это у нас впускной до того как он начнет опускаться вот самый момент максимального отжима это есть верхняя мертвая точка значит крутим крутим вот она отвлекается двигается двигать возникает такое сопротивление когда крутишь Маховик, значит, так крутим, крутим, крутим. И, о, начало опускаться. Вот это уже начало опускаться, а уже нет, значит. Еще до начала опускания. Отдвигается, отдвигается. И вот. Нет. Отдвигается. Вот где-то до начала момента опускания. Вот это есть верхняя мертва точка. Когда впускной клапан начал опускаться, значит, поршень тоже ушел уже вниз. Что я делаю? Зачем я снял форсунку? Для контроля. Чтобы точно для себя уже проверить, хоть и через клапан это видно. Для контроля действительно ли он поднялся максимально, лично, глазами. Вот его верхняя мертва точка. Вот это, ну, так и по клапанам видно, но смотрим. Да, и что я хочу показать сюда, потому что надо еще зажигание проверить и выставить. Зажигание выставляется как? Здесь на маховике есть меточка 0, и она должна совпасть с зазубренной на генераторе. Вот, что мы видим? Зазубрена у нас вот так, а 0 у нас здесь. Это уже точно на верхней мертвой точке. Все-все-все проверено, перепроверено. Для того я снял форсунку. И так у нас уже сдвиг зажигания, если мы его будем ставить где-то на 10 градусов. Ну, 8 градусов здесь точно уже не совпадение. Поэтому ставим эту для себя метку. Я ее потом больше нарисую. Вот, ставим для себя меточку в верхней мертвой точке. Вернемся к клапанам. Итак, регулируем клапаны. Значит, зазор. Но ближе нам выпускной. Значит, берем щупы. Вот. Выпускной клапан должен иметь у нас 0,3. 3,30, значит. Скорее всего здесь такого нет, потому что я же все раскручивал, перекручивал. Ну, близко. Нет, здесь, наверное, даже 0,05 не пролезет. Наверное, здесь пролезет ничего. для этого сейчас значит берем наши ключи отверточку и закручиваем здесь мы закрутим чуть-чуть отпустим здесь мы закрутим сильнее выкрутим выкрутим закрутим уже появился зазор сейчас мы этот зазор чик проверим надо еще выкрутить еще закручиваем так уже наверное многовато 035 уже пойдет чуть-чуть чуть-чуть закрутим 35 не лезет 03 пролезает вот так плотненько пролезает вот это наш нужный нужный зазор держим в таком положении отверточку чтобы ничего не сбилось перепроверим есть подозрение что мог сбить 3 пролезает 035 ну по сути стало 035 чуть-чуть бы надо закрутить три лес 035 все-таки пролезает сожмем еще все 003 плотненько 035 не можно загнать но это уже изнасилование отжимается пружины и все такое значит 023 даже и уже теперь многовато без насилия пролезает 03 все зажали этот клапан теперь нам нужно проверить впускной впускной должен быть 025 не лезет наверное и 00303 наверное и 010 не влезет пробуем отпускать так Так, не пускает болтаться, чуть-чуть опускает. Надо еще такой кривой отверткой все делать. Продолжение следует... Так, открутили, начало немножко шевелиться, пробуем. Пять соточек. Сразу пять соточек не лезет. Теперь пошли. Можно уже 0.03 проверить сразу. Да, проходит. Так, теперь зажимаем. Проходит 0.03, еще зажимаем. Так, ищем 0.025, 0.025, господи, совсем спился. Проходит, но с насилием. Чуток отпускаем. Чуток. Ну, проходит. Вот. Все. Оно сравним сюда. Здесь легче. Все. Значит, здесь у нас все. Гайки зажаты. Все. Гайки зажаты. Все. У нас здесь 0.03, 0.03. Так, значит, здесь у нас 0.025. Клапаны настроены. Форсунку можно прикрутить обратно, она сейчас уже не нужна. Осталось выставить зажигание. Ой. Субтитры сделал DimaTorzok